В Крачево-Черкесии В ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ уничтожена группа боевиков, которая по оперативным данным планировала серию терактов 9 мая. Бандиты скрывались в одном из домов станицы Сторожевая и при задержании оказали вооруженное сопротивление. В ходе боя пять боевиков были убиты и один задержан. В настоящий момент он дает показания в прокуратуре республики. На месте происшествия оперативники обнаружили целый арсенал. Еще 10 лет назад подобные сюжеты регулярно появлялись на экранах центрального телевидения. И для этого были все основания. Обстановка в Карачаево-Черкесии, как и в других регионах Северного Кавказа, была непростой. В конце прошлого века и стран Ближнего Востока, Европы, США, Турции осуществляло снабжение незаконных вооруженных формирований. Кроме провизии и обмундирования, переправлялись дорогостоящие телефоны спутниковой связи, ноутбуки и другие средства для ведения информационной работы и боевых действий. Если ранее террористы имели на вооружении самодельное оружие и взрывные устройства, то в конце 90-х в их руках оказалось самое современное вооружение отечественного и иностранного производства. Целью западных спецслужб было разрушить целостность Российской Федерации. С целью отделить Северный Кавказ от России было выделено огромное количество денежных средств и оружия, чтобы здесь создать Великий Халиват на территории Северокавказского федерального округа и отделить Северный Кавказ от Российской Федерации. С этой целью были профинансированы так называемые незаконные вооруженные формы действующие на территории Северного Кавказского федерального округа. Только в конце 90-х в Россию незаконно было везено более полутора миллионов стволов однестрельного оружия. Было такое оружие и у бандитов нашей республики. На территории республики была очень тяжелая обстановка. Как раз в это время было много очень отработок. На тот момент, во-первых, активная фаза экстремистской деятельности была. Подполье было прям набирало обороты. В 2003 году на территории Северного Кавказа было совершено 1232 преступления экстремистской и террористической направленности. Убито 373 сотрудника правоохранительных органов. От действий банкформирований погибло 350 человек. Нападение на сотрудников полиции. Взрывы жилых даву в Москве, Волгодонске. Трагедия в Беслане. Обстановка была крайне сложной. В стране повсеместно создавались центры по противодействию экстремизму. В сентябре 2008 года такой центр был создан и в Карачаево-Черкесии. Какие задачи были поставлены перед центром? Перед центром задачи, в первую очередь, противодействия экстремизму. В первую очередь и совместно с другими правоохранительными органами подвозить терроризм. Экстремистские действия. Хулиганство и вандализм. Нарушение прав и свобод человека. Пропаганда превосходства или неполноценности. Причинение вреда здоровью и убийства. Из-за политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Все эти признаки экстремизма существовали на Северном Кавказе. Группы хорошо законспирированных радикалов были во всех республиках региона. Они среди белого дня нападали на сотрудников полиции, обстреливая посты ДПС. В 2011 году от рук бандитов погибло 5 сотрудников МВД. 9 были ранены. Вот лишь некоторые сообщения из криминальной хроники того времени. В ночь на 30 апреля 2011 года в Черкесске убит 27-летний Умар Кубанов, сотрудник патрульно-постовой службы. 1 сентября группа молодых людей расстрелялась в Ставропольский наряд ДПС на границе с Малокарачайским районом. Убит полицейский. Установлено, что стрелявшие проходили обучение в одном из религиозных учреждений Египта. 17 июля в одном из кафе Карачаевской неизвестные открыли огонь по трем сотрудникам ДПС. Милиционеры погибли на месте. 28 октября 2011 года в том же районе был расстрелян полицейский экипаж. Один сотрудник погиб, двое получили серьезные ранения. 23 ноября в Карачаевске в частном доме была блокирована группа боевиков, подозреваемых в нападении на полицейских. Похоже, боевики планировали масштабные теракты. В подвале гаража была обнаружена крупная лаборатория по производству взрывчатых веществ. Силовики нашли несколько десятков мешков селитры, емкости с алюминиевой пудрой, детонаторы, готовые поражающие элементы, автоматическое оружие. В те времена были очень сложные, и на работу к нам устраивались редко, и очень мало людей, никто не хотел устраиваться, потому что была очень сложная ситуация, очень опасная работа. То есть сотрудники месяцами жили в лесу, месяцами проводили операции по задержанию, по выявлению, по поиску преступников. Обстановка тяжелая была. Тогда ночевали здесь в кабинетах, потому что ночью подрывали. Мы вставали, выезжали, работали ночами, сутками работали. Кабинеты, диванчики, раскладушки у всех были, матрасы, подушки. Мы жили здесь, и никогда один-двое в машине не выезжали. Опасно работа была, да? Опасно, навсегда опасно, но тот период был, начиная, очень сложный был. Костяк нового ведомства составили сотрудники бывшего управления по борьбе с организованной преступностью. Среди них был и первый руководитель центра Аубикир Ешеров. Он по собственному опыту знал, с кем придется иметь дело его сотрудникам. Контрольный выстрел в голову. Так закончилась его встреча с членами банк-подполья. Выжил чудом. У нас погибло очень много сотрудников. Как много были случаи. Расстреливали посты ГАИ, расстреливали. Нападали на людей в Карачаевске. На нападение на конвой. Уже в первые годы в центре была налажена серьезная аналитическая работа. Создана банна данных о преступных группировках, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаевой-Черкисии. В результате несколько серьезных преступлений удалось предотвратить еще на стадии подготовки. Они владеют, всегда владели, я думаю, в данный момент владеют полностью оперативной обстановкой в республике. Знают всех лидеров банк-подполья, знали каких-то незаконных организаций, бандитских группировок. А это можно знать только благодаря хорошей наложенной оперативной работе. Профессионалы? Так точно, истинные профессионалы. По официальным данным, в результате работы центра только за 2011 год в ходе спецмероприятий с сотрудниками МВД в Карачаевой-Черкисии было уничтожено 14 и задержано 25 участников незаконных вооруженных формирований. Ликвидировано 6 бандитских групп. Обнаружено 5 схронов. Изъято большое количество оружия и боеприпасов. Бороться с преступными группировками было сложно, потому что многие бандиты хорошо маскировались и не вызывали подозрений. При очередном выезде на убийство сотрудников в один из районов Карачаевой-Черкисии было установлено несколько лиц, которые были причастны. Были подозрения, что они причастны. Развившись на группу, мы начали отрабатывать этих лиц, устанавливать местоположение, местонахождение, круг связей, круг друзей, родственников. И нарвались, соответственно, на одного из членов, скажем так, в будущем мы их назвали бы членами банды. Начали узнавать, характеризующий материал собирать, начиная от соседей, начиная даже от школьного преподавателя первого, который был у него в первом классе, во втором классе. Все характеризовали его как очень доброго, очень порядочного, тихого, спокойного, бесконфликтного человека. Стали собирать характеризующий материал у правоохранительных местных органов. Никогда нигде он не светился, никогда не нарушал закон, всегда был добропорядочным, был студентом, окончил, в принципе, неплохо университет. Даже в какой-то момент мы начали сомневаться, может это не он, но мы не могли найти и установить местонахождение его. Домашние родители, отец, мать не могли разумительно ответить, где он находится. То есть они выдвигали одну версию, мы ее проверяли, она оказывалась на проверку, так сказать, неправдоподобно. И мы из этого поняли, что все-таки мы нарвались на правильный след. И независимо от того, что у него была характеристика чуть ли не идеальная, что он является все-таки членом банды, которая буквально 3-4 дня назад ликвидировала сотрудника полиции. Вот так в моей практике был такой человек, да и не один, их очень много, в принципе, я же говорю, они все псевдорелигиозные, и большинство из них характеризуются по месту жительства, как положительные, добрые, отзывчивые люди. А скажите, конкретно в этом случае, вы потом его все-таки нашли, задержали? Мы задержали его, задержали его в другом субъекте, не в Карачаево-Черкесии. В итоге он в настоящее время отбывает срок наказания в местах лишения свободы. Его вина была доказана? Его вина была доказана. Впоследствии были уже найдены видеосъемки, их, самих же видеосъемки, которые они сами снимали. Было доказано, где, в каких ликвидациях. Эта банда ликвидировала очень много сотрудников, они стреляли в многих местах, светились. Было доказано, где он был, где он стрелял, кого он стрелял, сколько раз, роль в банде. Он играл в банде лидирующую роль. То есть он был таким теневым лидером, скажем так, в группе. Никто не мог подумать. Но он был в этой группе лидером, неформальным. В одном из районов была группа. Отчислилось около 10 человек. Люди, народ их впоследствии, уже забегая вперед, говорил, что это были просто чабаны. На самом деле, никакими чабанами они не были. Лица были некоторые в розыске федеральном. Собралась группа, планировала нападение на сотрудников милиции. Жили в горах. Примкнул к ним и бывший сотрудник. В итоге у них была и схема территориального отдела одного из районов. Схема, как напасть, зайти и схема отходов. Это была банда Ислама Узденова, на счету которой было немало крови убитых полицейских и мирных жителей. Главаря банды и двоих подручных Узденова ликвидировали в селе Учкикен в ходе спецоперации. А вскоре сотрудники Центра по противодействию активизму совместно с ФСБ и Россией задержали троих жителей села Дружба, подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании. Было установлено, что задержанные входили в состав организованной преступной группы экстремистской направленности, действующей на территории республики. Кроме того, было установлено, что один из ее участников является лидером данной группы. Также при проведении мероприятий было установлено, что данная группа планировала совершение преступлений в отношении сотрудников, таких как убийство сотрудника нашего центра, сотрудника ФСБ, а также сотрудника СОБРа. Вели наблюдения, а также вели видеосъемку сотрудников и зданий их служебных автомобилей. В результате в республике прошла целая череда судебных процессов. Порой на скамье подсудимых оказывалось несколько десятков человек, целой группировки. Их целью был захват власти в республике, а затем и во всем северокавказском регионе. Было удивительно, что есть люди, которые, в принципе, как они рассказывали, готовили военный переворот. Вот какие заявления делали в ходе допросов члены подформирования. Это война, чтобы возвысить слово Аллаха, как есть, для возвышения слова Аллаха. Напомню, это было всего несколько лет назад. Сегодня жители Карачаево и Черкесии, скорее всего, уже забыли об этих событиях. И мало кто задумывается о том, что все могло бы пойти совсем по другому сценарию, если бы не работа правоохранительных органов, в том числе и Центра противодействия экстремизму. Полномасштабные боевые действия в республике могли бы начаться. Я считаю, что если бы не было центра, то были бы очень большие потери среди сотрудников полиции, гражданского населения республики. Планы дестабилизации ситуации на юге страны остаются на повестке дня у целого ряда зарубежных центров влияния. Сегодня на Северном Кавказе по-прежнему действуют пособники разнообразных амиров. Противодействие терроризму – одна из главных задач Центра. Экстремист весь зачастую одевается в религиозные одежды. У нас и экстремисты есть, есть недовольные властью, есть лица, которые находятся сейчас у нас и принимают участие в рядах МТО, которые намереваются возвращаться, которым все хотят, которые заслать к нам. Под маской проповедников скрываются обыкновенные бандиты. Коран и священная война для них – просто прикрытие. Это страшно. Но стать террористом может любой парень или девушка. Братья, да, ходят по лесам, фотографируются, улыбаются. Это очень привлекает. Это очень сильно меня привлекало. Я прям души в этих роликах не чаял. Я постоянно смотрел днем и ночью. В органы правопорядка республики систематически поступает информация о лицах, которые, являясь приверженцами религиозного экстремизма, пытаются вовлечь в свои группы молодежь. Девушка, грузинка по национальности, выходя в сеть, в интернет, очень много сайтов, начала общаться с лицом, который на тот момент находился в Сирийской Арабской Республике, принимал участие в боевых действиях на стороне МТО и ИГИЛ. Периодически общалась. В конечном итоге ее убедили в том, что ислам – правильная религия. что надо принимать ислам. Она приняла ислам. По сети интернет также совершила ныкях со своим мужем, мусульманским мужем. Человек этот, которого она в лицо даже не видела. Мусульманское имя у нее было Сумая. В конечном итоге девушку довели до того, что она, не слушая ни родителей, никого, выезжает, опять-таки, незаконно через границу Украины, пересекла границу Украины, впоследствии оттуда перебралась на территорию Сирии, где вместе со своим новым мужем, скажем так, оказывала содействие, принимала участие в боевых действиях. Находясь там уже на протяжении 3-4 лет, у нее двое маленьких детей. В конечном итоге мужа убивают в одной из, в ходе спецопераций. Девушка попадает в дом вдов, который также возглавляет наш житель. Фамилию не буду указывать. У нее забрали маленьких детей. На сегодняшний день ни ее родители, никто практически не знает, где она находится сама, где находятся ее дети. И таких случаев много? Очень много на сегодняшний день. К сожалению, среди жителей Карачева и Черкесии распространено мнение, что зачастую сотрудники центра задерживают ни в чем не повинных людей, которые им ухота обидеть не могут. Но что скрывается под овечей шкурой? Вот вам истории, которые произошли не где-нибудь, а в нашей Карачево-Черкесии. Попал в поле зрения житель нашей республики, в наше поле зрения. Начались проверочные мероприятия, в ходе которых соседи, жители этого данного населенного пункта описывали его как сугубо положительного человека. Занимался он скотоводством, вел обычный образ жизни, спокойный, не привлекал внимания, не замечен был в какой-то особой религиозности. Но после того, как он попал в наше поле зрения, мы его пригласили для профилактической беседы. В ходе беседы он начал немножко вести себя неадекватно, волновался. После чего нами было принято решение о проведении обысковых мероприятий по месту жительства. Соответственно, санкции суда. В ходе обысковых мероприятий у данного гражданина в его комнате было обнаружено огнестрельное оружие, много экстремистской литературы, файлы, скриншоты в телефоне, где он комментировал сообщения, писал своим единомышленникам о том, что он мечтает, хочет попасть на войну для осуществления террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики здесь. В 2016 году была получена оперативная информация, что на территории Карачаево-Черкисии осуществляет незаконную деятельность ячейка международной террористической организации ИГИЛ, которую основал житель Республики. Его мусульманске имя Абдула, русский по национальности, принял ислам. Путем посредствия интернет связался с эмиссарами исламского государства, которые находятся за пределами Российской Федерации. После чего создал ячейку, в которую вошло 8 жителей Республики. Одним из участников данной группы была девушка, которая также, как и лидер данной группы, она была русской по национальности, приняла ислам, стала придерживаться экстремистских настроенных взглядов. Была одним из активных участников данной группы. По имеющимся оперативным данным, которые впоследствии подтвердились, она подготавливалась к кассе террористической смертницы и должна была быть использована при проведении теракта в городе Черкесске. Их завербовали, они сидят спокойно и тут повседневный образ жизни нигде не фигурирует, ни с кем не скандален, нигде не показывается. И в определенный момент они вышли и показали. И такие люди есть и в нашей Республике. Эти люди есть, я так думаю, везде. Наша задача их выявлять и не допускать. И выявляют, и не допускают. В декабре 2017 года в Станице Зеленчукской была уничтожена именно такая хорошо законспирированная группа. Простые мирные жители считали окружающими. В ходе проведения комплекса оперативно-рискных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России и Павла Карачао-Черкесской Республики 18 декабря нами были ликвидированы 5 участников организованной преступной группы, готовившихся совершить 5 террористических актов на территории поселка Архвец. Были получены и изяты флеш-карты, где была запись, видеозапись, где они давали присягу, боят лидерам и участникам Международной Террористической Организации Исламское Государство. Мы приветствуем наших братьев из Исламского Государства и объявляем, что мы, ваши братья из Кавказа, даем присягу нашему халифу Исламского Государства Абубакру Аль-Баграде. Я, Яхуб Амир Джамата, от нашего Джамата, заявляю, что мы обязуемся подчиняться ему. Их вина была доказана? Их вина была полностью доказана, и уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемых. Этим не опасны конспирированные ячейки. Их, во-первых, чтобы выявить, они нигде не проявляются, сидят между собой, там, 4-5 человек. Получить в отношении их какую-либо информацию, ну, трудно получается. Не проявляются, повседневно эти жизни ведут себя спокойно. Поэтому их и выявлять трудно, и они опасны, то, что от них никто не ожидает таких серьезных выпадов. Работа на упреждение – одна из главных задач Центра. Государство идет навстречу тем, кто, оказавшись на территории Сирии, осознал свою вину, раскаялся и добровольно захотел вернуться. В МТО сейчас больше тысячи наших жителей из Кавказа. Одними из первых, которые пресекали выезда в Сирию, были сотрудники в Карачае и Черкесии. Хотя их немного мы пресекли, их не так уж много, которых задержали на границе, которые пытались выехать. Первоначально с аэропортов, потом с границ. Но все же таки там они остались живыми. И если по другим преступлениям для родителей его ребенок никогда не воровал, не виноват, здесь родители, я не помню, что кто-то после этого задержания как-то с недоверием или с обидами подходил. Я знаю жителей, которые подходили с такой благодатностью. И отец приходил, и брат приходил. У одного даже, насколько помню, мать была больная, лежача больная. А этот решил уехать. Когда пресекли, они пусть сколько государству получат, сколько он должен получить, ну, естественно, адвокат, все как положено. Мы рады, спасибо большое, что вы не дали ему возможности уехать. А то он живой. Там, в Сирии, этого молодого человека наверняка бы убили в одном из боев, как и многих других, чьих имен и не помнят, и даже не знают. Кто спрашивает, как звали бычка, чье мясо отправляют в мясорубку? Сотрудники центра фактически спасают жизни молодых людей, не позволяя им стать легкой добычей рыбочеков. Мы смотрим за этим человеком очень аккуратно, потому что в этом деле, в принципе, в нашей работе неаккуратность, она чревата очень большими и тяжелыми последствиями. Когда мы понимаем, что человек, да, его стоит привести, опросить, может быть, даже опрос наш пойдет как предупреждение ему, что все-таки его видят, что... Ну, и получается, как профилактика. И, я же говорю, руководители всегда требуют, чтобы относились очень аккуратно и зря, скажем так, людей, которые совершают намаз, которые подозреваются именно в возможности экстремистских таких статей, в нарушении экстремистских статей, с ними работают очень аккуратно, очень, скажем так, перепроверяют, чтобы не ошибиться. Еще Черчилль говорил, что для успешного лечения болезни нет ничего важнее точного диагноза, а лучшим лечением является профилактика. Во всех образовательных учреждениях Республики проводятся встречи, конференции, круглые столы, на которых сотрудники Центра объясняют, как избежать влияния экстремистски настроенных лиц. Грамотные, владеющие информацией, эти специалисты прекрасно разбираются в религии, молодежных течениях, субкультурах, а потому разговор с аудиторией, как правило, получается живой, заинтересованный. Мальчик пятого, шестого класса страшный. Они на нас не нападут, где? Очень часто дети задают вопросы о том, насколько велика вероятность того, что их могут раскрыть, найти их в сети интернет, если они что-нибудь нехорошее там напишут или сделают. Что им отвечаете? Мы им не рассказываем страшные истории о том, что за ними постоянно следят в сети интернет, но если ими заинтересуются сотрудники правоохранительных органов, то технические возможности позволяют даже анонимные аккаунты вычислить вплоть до их местоположения. Кроме таких встреч, сотрудники Центра противодействия экстремизму регулярно проводят конкурсы рисунков, видеороликов, конкурсы чечецов среди учащихся школы республики. А еще выпустили буклет «Поэзия против террора», в который вошли стихи, сочиненные школьниками. И детям интересны, и результат есть. С таким же интересом дети смотрят ролики, в которых об угрозах сегодняшнего времени рассказывают известные люди республики. Выстроенная система противодействия этническому и религиозному экстремизму является одним из главных направлений работы Центра. Эти милые девушки только с виду милые. На их пути лучше не становиться. Найдут, поймают, выведут на чистую воду. За плечами сотрудниц отдела информационного противоборства и контрпропаганды серьезные вузы. Сотрудниками нашего отделения на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг информационно-телекоммуникационной сети интернет. Для чего это делается? Прежде всего, для выявления фактов размещения на социальных страницах пользователей в сети интернет каких-либо материалов экстремистского содержания. Это могут быть материалы, призывающие к осуществению террористической деятельности, либо оправдывающие такую деятельность. Также это могут быть материалы, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды по признаку национальности, религиозной принадлежности. За шесть месяцев 2018 года сотрудниками отделения выявлено три факта размещения на соцстраницах ВКонтакте подобных публикаций. Эти материалы были переданы экспертам. Теперь ими занимается Следственный комитет. Авторы, скорее всего, понесут уголовную ответственность. Сегодня обстановка в Карачао-Черкесии более-менее стабильная, особенно по сравнению с другими регионами Северного Кавказа. И в этом немалая заслуга сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Коллектив там собрался хороший, работоспособный. Там основной костяк всегда оставался. И с наших подразделений уходили другие подразделения, с удовольствием набирали на другие, уходили на повышение. Хорошие сотрудники были? Хорошие, очень хорошие сотрудники были. Они достойно справляются с поставленными задачами. К сожалению, мир в республике достался дорогой ценой. За 10 лет от рук бандитов погибло 5 сотрудников Центра. Пелял Лепшоков, Жандарта Прайев, Султан Уздинов, Алишер Садыков и Лебек Уракчиев. Алишер Садыков был самым молодым из погибших. Его расстреляли прямо возле собственного дома. В результате множественных огнестрельных ранений скончался на месте. Человек он был замечательный, открытый, светлый, яркий. Попал он в то время в службу не просто так, не ради выгоды. Пришел он к нам идейно, пришел он в смысле работать. Работать во благо народа, во благо республики, скажем так. Но проработал он недолго, его жестоко и, я не знаю, цинично расстреляли. Это было в 2013 году. Расстрелял его очень близкий родственник. Собирался жениться буквально две недели. Спустя он должен был жениться. Не успел. Не успел, да. А зачем тогда идете? Есть такое слово, патриотизм. А кто кроме нас? Ну так ведь могут же и убить, и ранить, как вашего друга. Могут и убить, и ранить. Но опять же, кто кроме нас? А кто придет? Наши младшие братья? Кто-то же должен эту работу выполнять. Никто с Россией не приедет, здесь работать не будет. Со мною и сотрудниками центра, еще раз говорю, по специфике своей работы, мне приходилось ходить и на штурмы, и везде, где они не прятались, ни за чьими спинами, где они шли впереди всех, указывая дорогу, куда идти, ни за чьими спинами, еще раз повторюсь, не прятали. Это мужественные, смелые люди. Сегодня в честь погибших сотрудников названы школы, улицы городов и сел Карачаево-Черкесии. Это наш закон. Мы своих не бросаем и не забываем. Сегодня Центр противодействия экстремизму отмечает свой первый юбилей. Десять лет неустанной работы, ежедневный профессиональный рост, преданность своим идеалам принесли закономерные результаты. Я считаю самым большим достижением, которое добился Центр. Это вот это состояние нашей республики, политическое такое спокойствие и стабильность в нашей маленькой республике. Это наше самое главное и большое достижение. Они работают на совесть. Сегодня в республике нет такого проявления терроризма, какой-то степени экстремизма. Во многом благодаря это им. Я считаю, что за 10 лет они проделали очень огромную работу на благо людей, народа и Родины. Поэтому мое мнение, что они все находятся на своих местах. Это нужное подразделение сегодня. Да, сегодня жители Карачаево-Черкесии спокойно живут, спокойно работают, спокойно воспитывают детей. И это главная цель и лучшая награда для команды настоящих профессионалов. Играет музыка. ПОДПИШИСЬ! Вперёд! 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 Пошёл! Взрываем! Скорая труда рапортируйте! Чуть не оттуда! Проблема на рапорте! Гранат! 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 Артур! Гранат! Вперёд! Вперёд! Скорая труда рапортируйте! Вперёд! Артур! Вперёд! 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 Вперёд!